Всем привет дорогие подписчики и зрители канала Сместного Зарабаба, мы продолжаем проходить игру Партизан 41. Итак, мы с вами в прошлой серии Спасли Деда Трофима, теперь у нас с вами задание это пойти на мельницу и помочь мельнику. Хорошо, давайте тогда готовить наш боевой отряд, вылазка наша, все перемирится, называется задание, мы с вами возьмем Валюху и возьмем Деда Трофима. Назначить, давайте загуляем сейчас на склад и, нет, сначала не на склад, сначала наверное в мастерскую. Первым делом ехать, ааа, я не успею сделать, а ты тебе молодец, это оказывается какое-то время тратится. Блин, ну ладно, теперь уже поздно, теперь уже как говорится поздно, значит потребуются ресурсы для того, чтобы сделать кустарную мину и обезболивающую. Да, кустарная граната не нужна, потому что гранат очень много, а вот все остальное пригодится. Но, у нас проблема, нам нужна еда. Тогда давайте хотя бы зайдем в оружейную и подготовим наших ребят. Значит, у тебя осталось прокачать последнюю модификацию, уменьшает времени задержки между выстрелами. Ну, давай попробуем. Потрачу 50, ну да ладно. Так сказать, скоростреленность будет еще лучше. Дальше, Деду Трофиму. Деду Трофиму. А, у него сейчас дробыш стоит. А, то же самое, да? То же самое, ничего не меняется. Увлечение урона на 20%, хотя нет, меняется. Урон поставим, и тут только мне нужно 2 поставить модификации. О, как! Только 2. Ну и попадание, конечно же, само собой. Окей. Это прокачать, наверное, я не буду. У Зорина там что? Зорина винтовка Маузер. У меня уже не хватает этих материалов. Поэтому ладно. Поэтому ладно, хорошо. Тогда давайте назначать в хозяйство. Надо будет идти на пищу. То есть в курятник и на рыбалку, само собой. В курятник пойдет ты, на рыбалку пойдет Санек. Хорошо. Ну и в лесозаготовку пойдет у нас Фетисов. Все. Вроде как, в принципе, все готовы. На склад еще раз сейчас забежим, посмотрим. Так, у тебя... Да, тебе надо бутылочки побольше, кстати. Тебе нужны бутылочки 100%. Аптечки большой нет. Ножик один, в принципе, есть. Зорин. Два ножа. А что это ты без боеприпасов? Так, нехорошо. На тебе вот две обоймы. Отлично. Так, у Санька тогда, наверное, я заберу гранаты. Они ему все равно не нужны. Камни, кстати, да. Камни надо абсолютно дать всем, чтобы камни были у всех. Так, аптечки тоже, в принципе, надо будет отдать. Значит. Эх, не туда. Еще раз на склад. Аптечки, в принципе, все. Бутылочки, все. Давай тогда и камушки дадим. 20 патронов. Что-то как-то маловато, мать. На, тебе вот полную обойму, чтобы была. Так, Зорин. Тебе тоже камни. Это три камня? Нет, три-то маловато. Пусть будет пять. И здесь как бы все. Аптечки. Ну, пусть будут у деда, наверное, будут аптечки. Правда, одна. Но не странно. А, не, подожди. Вот же еще есть. Вот же есть еще. Да, все. В принципе, хорошо. В принципе, все готово. Поехали. Фашисты возят молоть зерно на местную мельницу. Василий Гаврилович говорит, что мельник неплохой человек. Стоит навести его и узнать, не сможет ли он запасать для нас немного муки. Поехали. Так, двое нас седьмого, Трофимович у нас с пятого. Вперед. Проклятие. Впереди дым. Нужно скорее добраться до мельницы. Это вверх по дороге. Только посмотрим, что в ящике. В соседнем поле копошатся саперы. Наверное, это они притащили. Ну, пошли. Что-нибудь нужно? Посмотри, что здесь. Меньше слов, больше дела. Так, хорошо. Где тут Трофимович? Давай еще там что-то возьми. Так, допустим, здесь можно... поработать. Да, мне кажется, нормально будет. Давай-ка пока иди сюда. Слушаю. Всем пригнуться. Как долго? Уберу его тихо. Давай-давай-давай. Давай. Давай. Хорошо. Это мне еще пригодится. Не торопимся. Замечательно. Так, тут... А, тут можно, в принципе, заныкаться, да. Тихо. Так, хорошо, заныкались. Здесь можно поставить, в принципе, бутылочку. Не знаю, увидит он, не увидит он. Здесь враг. Но хотя бы, так сказать, эту полость... Эту часть Тритуримовичем зачистим. Отлично. Так-с. Нам бы, получается, сюда как-то, да, пройти? Ага. Здесь можно убить. Хорошо. Что это у нас тут? Давай-давай-давай-давай-давай. Давай, ближе-ближе-ближе подходи. Лови, гад. Ну вот, в принципе, и все. Спасибо, что поддержал. Вот, в принципе, и все. Так. Бутылочку. Бутылочку сказал? Отлично. Хорошо. Давай тогда сюда. Всем пригнуться. Так, этот ходит, да, у нас? Этот товарищ ходит. Так, этот не палит. Этот сидит. Хорошо. Этот смотрит сюда. Этот смотрит сюда. Такс, пошел. Пошел, пошел, пошел. Если он сюда подойдет, то в идеале, конечно, будут тут трои грохнуть прямо самое том. Ху-ху. Осторожно. Тихо. Так, ну тут, наверное, мы с тобой пойдем вместе с Валюхой. Кому нужна помощь? Мухамбетова тут. Давай Мухамбетова. Не шуметь. Так, тут нормальненько все. Потихонечку идем, значит. Хорошо. Так, Зорин. Так. А ты у нас сюда. Отдыхай. Спи крепко. Сколько ж можно? Отлично. Ух ты, е-мое. Сколько тут всего полезного. Да, брось, наверное, тела. Что-то тут пусть валяются. Обыщий ящик. Кому нужна помощь? Ага. Спокойно. Так. Давай сюда. Сейчас мы тут немножко поменяемся инвентарем. Так-с. Растяжечку, наверное, поставим, чтобы была. Так, это сюда. Сколько сюда максимально? Пять влезает, да? Ну, это, в принципе, тоже тебе я отдам. Пусть будет. Так, хорошо. Хорошо. Спокойно. Так, здесь есть бочка. Давай к бочке. Слушаю. Это кража. Ладно, я понял. Так, держать. Так, ну, что-то еще есть. Здесь. Тоже кража. Ладно. Давай сюда, пока не видит. Так. Ну, что? Можно, получается, тебя сейчас сюда заманить? Так. Блин, там пулеметчик. Тише шею. Так, пулеметчик. А лучше, получается, тогда... Не подведи. Когда же вы закончитесь? Спасибо, что подержал. Хорошо. Не торопишься. Бутылочку забирай. Так. Так, он, в принципе, здесь не палит, да? Можно подойти, поставить бутылочку вот сюда. Блин, в идеале тогда мне как-то надо здесь, что ли, заныкаться. Офигеть, кто-то палит. Блин, вот там толпа. Хорошо, тут я уже от двух избавил с товарищей. Еще какой-то тут лазит. Что-то вынюхивает. Так, но он не палит. Хорошо. Здесь тоже не палит. Ну да, получается, в идеале первым делом надо будет вот его грохнуть. Сюда его заманить. Потому что тут-то он не видит ничего. Ну ладно, давай посмотрим внимательно. Бутылочку буду ставить примерно куда-то сюда. Так он не видит. Пошел туда куда-то себе. Пусть идет. Пусть идет. Если он здесь не видит, то это хорошо. Я даже, в принципе, готов пожертвовать бутылочкой. Не, вроде он не видит. Вроде бы он не видит. Хорошо. Давай тогда все-таки ставить сюда бутылочку. Сейчас глянем. Вот сюда получается. Осторожно. Что это у нас тут? Сейчас уложу. Так. Хорошо. Бутылку потерял, конечно, да. Спасибо, что подержал. Спокойно. Хорошо. Теперь здесь. Еще одна бутылочка, да? Будем надеяться, что он увидит. Что-то куда-то он далеко уходит, мне кажется. Не. Блин, он не видит. К сожалению, он не видит. Надо сюда прям ставить. Хорошо. Хорошо еще поменяем. Здесь враг. Как в разведке. Так. Инвентарь. Бутылочки сюда. Так. Ждем. Ждем гадам. Так. Давай бутылочку тоже сюда поставь. Хорошо. Хорошо. О, это прям хорошо. Лови, гад. Да когда же вы закончитесь? Отлично. Это мне еще пригодится. Ладно, бутылочку потом заберем. Бутылочку потом заберем. В смысле? Вот опыт разведки пригодился. Так. Вы стоять здесь, охранять мины. Никуда не уходить. Отвечать голова. Ё-моё. Тут мины. Ферштейн, никуда ваши мины не денутся. Ты куда, чувак? Не подведи. Куда он пошел? Так, здесь получаются мины. Так, ножка забери. Моя верная финка. Алло. Ну, блин, начинается. Ладно, поставь бутылку. Потом ее подними. Ну, господи. Управление, конечно, да. Оставляет пока желать лучшего. Вот, наконец-то. Так. Здесь, получается, у них мины. Осторожно. Ну, тут, получается, их еще четверо осталось. Угу. Сюда можно выманить. В идеале, наверное, да. Так, ладно, пошли назад. Блин, здесь все кража, да? Здесь все кража. Здесь тоже камни, но, ладно, попозже сделаем. Лишь бы патронов хватило. Нормально все, не переживай. Пошли сюда. Так, держать. Так, давай, Зорин. Такс. Но он как бы не палит. А, этот палит. А, подожди. Этот прямо сюда. Сюда на краешек можно поставить. Не. Возьми. Следуем плану. Следуем плану. Ну, вот плану мы с тобой последуем. Все, назад давай. Глядеть в оба. Надеюсь, не спалит. Потому что был бы тогда сейчас в идеале, если бы я избавился от этого товарища, вот то мы здесь просто бы зашли, резанули того, который тут ходит. Ого, давай, давай, давай. Всем пригнуться. Должен, по идее, вперед упасть. По инерции. Тьфу, вода. Ха, вода. На тебе, вода. Не торопимся. Вот и все. Так. Трофимыч. Слышь, рога крепкие. Иди сюда. В принципе, в принципе. Тихо, тихо, тихо. Куда вы рванули-то? Кстати, тоже кто-то может быть. Ага. Лишь бы патронов хватило. Давай смотреть. Ну, прям сюда сейчас и поставлю. Закрой дверь. Закрой дверь. Так, ну, в принципе, да. Их осталось тут, получается, трое. Все. Может попробовать обойти. Так, хорошо. Замечательно. В доме, наверное, оставим? Тихо. Я этих гадов заверстучую. Да ладно тебе, дед. Нормально все будет. Я вот что-то не знаю, серьезно, как мне с этим поступить. Либо взорвать его, блин. Либо в него ножи кинуть. Эй, кража, серьезно? Так, Валюха, давай. Тут, наверное, бутылочки. Тут, может, спокойно. Да. И здесь кража. Короче, пошла одна кража сплошная, да? Походи тихо, и тут пройдет много. Так, ладно. Ну, если не мы. Ну, не знаю. Либо его усыплять. Не торопимся. А, либо просто дедом, кстати, пальнуть, да? Чего бы нет. Ну-ка, подожди, дед. Так. Отведай, картенька. Нормально. Все. Так, Тилан икать будем? Что еще? Или не будем? Да давай, на всякий случай. Вдруг так что-то кто-нибудь приедет, блин, и начнется раньше паника в селе. Так, тащи их всех в дом. Не торопимся. Так, ты давай тогда сюда. Надо бы сейчас здесь все обыскать. Все здоровы. Блин, везде кража, серьезно? Осталось только вот эти, получается, ящики обыскать. И, в принципе, и все. Да. Хорошо. Раненые есть? Хорошо. Спокойно. Так, давай-ка всех сюда. Ага. Все-таки кто-то здесь есть. Так, как поступить-то? Лишь бы патронов хватило. Ох ты, е-мое. А тут-то их много. Тут опасно. Блин, эти, походу, наверное, не реагируют на всякие баночки, да? У нас есть работа. Ну, давай проверим. Начнем, наверное, вот с этого товарища. Было бы здорово, если бы все-таки можно было. Но они оранжевые. Завалю партизана, получу премию. Гнида. Осторожно. Да, смотри, получается, можно будет поставить сюда как раз бутылочку. А, он даже еще дальше идет. Еще лучше. Еще лучше. Сейчас заодно и проверим. Реагируют они на бутылочки или не реагируют. Мне бы тут просто вот этих троих по краям убрать. А потом просто вплотную подойду и грохну, да и все. Здесь враг. Вот это свезло. Ай, хорошо-то как свезло. А мне-то как свезло, дружище, что ты реагируешь на бутылочки. Просто ты себе не представляешь. Прикинь. Сейчас уложу. Вот и все. Спасибо, что поддержал. Может попробовать обойти. Нечего пробовать. Сейчас мы их потихонечку тут всех выцегнем. Выцегнем. Тихо. Так, это взяли. Это посмотрели. Так. Кто, если не мы? А кто, если не вы? Так, ты у нас стоишь, никуда не смотришь. Ты у нас стоишь, никуда не смотришь. Ты, в принципе, так же. Ты, в принципе, так же. Так, тебя тогда, получается, можно... А, так тебя можно прямо сюда поставить. Чего бы нет. Подойдет, уснет. И будет все шикарно. Осторожнее. Ну так, свезло. А, не разогнусь ведь потом. Черт, пустая. Отлично. Здорово. Забирай. Не переживай, все нормально. Спокойно. Глядеть в оба. Так, ну да, реально, получается, осталось их... Четверо. Этого, вроде, никто не видит. Этот, вроде, как бы, в принципе, и смотрит. А, ну он может у меня только здесь спалить. Не шуметь. Не подведи. Не подведи. Этот готов. Моя верная финка. Так. Ну хорошо. Слушаю. Так, подожди. Да, надо как-то быть осторожным им. Здесь враг. Спокойно. Не, подожди. Не ошибиться бы. Ой, палит, палит-то здесь. Ага. Так, а ты палишь? А, так тебе, наверное, можно, кстати, выцегонить. Да, слушай. Давай пока сюда. Смотри, получается, он-то будет здесь. Этот его не палит. Этот тоже его не палит. Да. А, бутылочки у тебя закончили? Да ты че, мать, издеваешься? На, поставь. Давай еще раз покажи, дружище. Во. Идеально. Так, отлично. Сейчас мы их тут потихонечку и уберем. Че, пусто. Так, бутылочки, кстати, тоже заканчиваются. Так, а как ты у нас по-снайперски можешь попасть? А, нормально, в принципе. Так, дед. Давай смотреть, куда это там смотрит. Говнюк. Нормально. Есть. Вы целы? Я, да. Но отец... Один из них схватил меня. Отец попытался ему помешать, и они застрелили его. Сочувствую. Черт, поздно мы пришли. Сюда идут немцы. Откуда и сколько? Несколько. По дороге мимо минного поля. И по другой дороге еще. Целый отряд. Через пару минут будут здесь. Вот этот поворот. Серьезно? Ё-моё. Дед Трофим. Растяжку по-любому надо будет ставить, да? Подготовьтесь к нападению. Офигеть, класс. Классная задача, да? Так, растяжку тогда давай сюда и сюда. Глядеть в оба. Зорин. В принципе, еще там одна есть. А, подожди. У кого была-то растяжка? У Зойки, что ли? Ты издеваешься, Зойка? Слушай. Так, ты давай, наверное, не знаю, там, куда-нибудь сюда поставь. Они же все равно по-любому будут, по идее, забегать-то. Кому нужна помощь? Так, а вы вдвоем, значит, растяжки ему отдай. Тебе они нафиг не нужны. Стар козел, да крепкие рога. Давай, козел, крепкие рога. Так, Зойка, давай сюда, наверное. Не зевать. Хотя, подожди. Нет, давай назад. Блин, можно было взять пульмет, конечно, но что-то как-то чую. Ну его нафиг, да? Меньше слов, больше дела. Следуем плану. Что, все, что ли? А можешь ему отдать? Давай, давай. Фуууу. Фууу. Ага. Первый готов. Не разогнусь ведь потом. И еще это не страшно. Смерть фашиста. Забежите у благололия. Отличненько. Все? Ох. Это было все? Ну блин, жалко, что растяжки потратил я. Типа уже надо валить? Да, уже можно валить. Офигеть. Так, ну во-первых, давай обыщем. Слушаю. Эх. Давай. Кому нужна помощь? Так, Зорин. Сможешь забрать? О, он забрать сможет. Отлично. Слушаю. Так, что там выпало-то? Слушаю. Давай, забирай. Ну неплохо, я почти прям угадал. Здесь. Не зевать. Так. Здесь должно быть прям две группы нарваться. О, как все там полегли дружно. Хорошо. Хорошо. Но тут только одни, блин, боеприпасы и больше, в принципе, ничего получается нет. Слушаю. Ну и гранаты, в принципе, есть. Так, все остальное получается, ладно. Здесь. Воровство. Воровать мы с вами не будем. Здесь-то, наверное, что-то осталось с этих трупов или они уже исчезли? Нет, они не исчезли. Хорошо. Слушаю. Так, муку давай обыщи. Вот кража, говорю же, везде кража получается. Так, тогда возьми камушки еще. Отлично. Так, ну попробуй тогда сюда. Может быть, хотя бы здесь будет не кража-то? Изевать. Блин, везде кража, серьезно? Везде кража. Ладно, давай тогда наших бойцов прокачаем. Так, Зорин, Зорин, Зорин. Наверное, вкачаю тебе все-таки максимальное скрещение времени скрытого убийства врагов всех рангов. Ночительное увеличение шанса победы в рукопашном бою. Вот давай, наверное, тебя лучше я прокачаю. Так, у деда что? Позволяет обнаружить установленные противника минные ловушки. Время, необходимое для установки мин, растяжки и прочей взрывчатки. Давай тогда вот это брать. Потому что это полезная вещь. Мне, по идее, надо как бы и здесь открыть еще одну ячейку, чтобы можно... А, я все равно здесь не открою, потому что надо либо здесь открывать первое, либо здесь открывать первое. Но я хочу открыть все-таки вот это вот дело, саперное. Оно будет пополезнее. Так, ну тогда валим. Тогда валим. Всех поубивали. Мельнику помочь не смогли. Да, дед, конечно, медленно бежит. Ну, старенький. Да, завершаем. 35 из 35. Еще вражеский офицер убит. Пищи мало, но ресурсов много. Пора что-то делать с Бермейером. Это не тот картофельный фюрер, про которого скулил староста перед смертью. Он самый. Это его бандиты вчера спалили деревню. Жители не додали ему мешок картошки. А он посчитал, что они его утаили и отправил солдат. Те, кого они не убили, остались без крови. Нельзя такое спускать. Согласна. Он знает, что останется безнаказанным и будет звереть еще больше. Кабы он вылез из своей медвежьей берлоги на станции, давно бы у меня картечи наелся. Да он оттуда носа не кажет. А большая она, эта станция? Да не то чтобы очень. Вот Красносельская, эта станция. А это так, полустанок. Тогда наведаемся к нему завтра ночью. Серьезно? Ты предлагаешь сразу следующую ночь сюжетное задание? Давайте глянем, что у нас тут есть. Лесозаготовка. Хорошо. Рыбалка. Клюв отличный. Курятник. Все замечательно. Местные слухи. Полицай проболтался Василию Гавриловичу, что на станции Богачева устанавливают зенитки. Видимо, важные грузы идут. Слухи с фронта. Смоленск взят врагом. Несмотря на отчаянное сопротивление нашей армии, гитлеровские полчища устремились к Москве. Так, опять-таки, строить нам нечего. Нужно опять-таки собирательство. Но нам сейчас нужно сделать это обезболивающее. Сто процентов. Давай тогда. Ты у нас этим, в принципе, и займешься. Так как ты медик. Кустарную мину, может быть, еще сделать. Было бы, наверное, неплохо. Дополнительно. Пусть будет. Трофим еще изготавливает. Так, по сбору ресурсов. Собирательство. 17 единиц пищи. Это надо будет двоих. А у меня осталось их четверо всего лишь. Так, здесь десятка. Здесь десятка. 20. Блин, не хватает. Если сюда двоих. 20 получим. И сюда. 10. 30. Только так. Так получается 27. Неудобно. Неудобно 27. Так, хотя бы 30. Давай тогда. Приготовление пищи. Кого еще назначат? Санька, что ли? Давай тогда Санька назначим. На лесозаготовку тогда пойдет у нас с вами. Фетисов. А на охоту. Зорин пойдет. Так, пока как-то так. Еды вроде много, но мы, получается, не можем ее запасать. Все. А, 235. Неплохо. День боевого задания. Да, видите, получается день боевого задания. Так, создана обезболивающая. Отлично. Создана кустарная мина. Замечательно. Много еды приготовлено. Отлично. Лесозаготовка. Прекрасно. Охота. Замечательно. Так, сюжетная заданица. Давай тогда мы сейчас с вами зайдем на склад. Хотя на склад по-любому придется заходить заново. Когда будем начинать сюжетный мисс. Тогда давайте мы с вами на сегодня закончим. А продолжим уже, друзья, в следующей серии. Так что на сегодня все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами Мазар Бабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.